Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В Евросоюзе планируют утвердить официальное решение о возможности введения санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Такое решение министры могут принять уже 12 октября. Ранее в ЕС заявляли, что не вводят ограничений против самого Лукашенко лишь потому, что, надеются, он выйдет на диалог. О решении, которое готовит Евросоюз, в своем твиттере журналист Рикард Юзвяк. Решение по Беларуси, которое министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС, написал он. В то же время, по словам журналиста, министры, наоборот, могут усилить экономическую поддержку Беларуси и ввести диалог о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход. Обратите внимание, ЕС уже ввел санкции против 40 белорусских чиновников, связанных с режимом Лукашенко. В то же время, самого президента в санкционных списках пока нет. Французский лидер Макрон еще раньше подчеркивал, Европа надеется на то, что он все же начнет диалог. Также добавим, что недавно Светлана Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет от преследований. Белорусская оппозиционерка соглашается на такой вариант для смены власти в стране. Она заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти. Об этом сообщает ДВ. Если решением проблемы станет то, что он выйдет куда-нибудь на море и будет проводить там время, то такое допустимо, отметила она. С таким заявлением она выступила во время своего визита в Братиславу. К слову, там Тихановская встретилась с главой МИДС Словакии Иваном Корчко, а также с представителями неправительственных организаций, политологами и журналистами. Напомним, ранее оппозиционерка заявляла, что Лукашенко разрешает уйти без преследования после того, как он мирно отдаст власть. По словам Тихановской, у политика будут гарантии безопасности и даже больше, ведь белорусы не хотят войны, а только того, чтобы Лукашенко ушел. Между тем, в Беларуси уже два месяца продолжаются массовые протесты. Они возникли после провозглашения результатов президентских выборов, на которых якобы победил Лукашенко. Белорусы с этим не согласны и выходят на демонстрации. Силовики используют против них силу. Во время протестов погибли по меньшей мере пять демонстрантов. Еще сотни были ранены, а тысячи задержаны. В конце сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, перед этим пересадив в СИЗО или выслов из страны фактически всех оппозиционеров. Это вызвало новую волну возмущения в обществе. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!